Центральная площадь Бурнаула. Здесь находятся сразу два фонтана. Один из них космос. Причудливая форма, довольно необычный вид. Он как-то сразу привлекает к себе внимание. Правда, есть у него и недостаток. Он не работает. В этом году его запускали всего один раз, на 9 мая. Говорят, у него неисправен насос. На ремонт необходимо 30 тысяч рублей. В июле фонтан должны починить, и мы, наконец, его увидим во всей красе. Здесь же, на площади Советов, абсолютно исправный и самый, пожалуй, известный бурнаульский фонтан – Лилия. У этого источника удовольствия и прохлады ничего не нужно ремонтировать. Но он сегодня днем тоже не фонтанировал. Причина банальна. Его просто необходимо включить. Прямо буквально с выходные вернулась из Петербурга. Ну, естественно, у нас не Петербург, но хотя бы то, что есть в рабочем состоянии, сохранять, я думаю, стоит как минимум. Фонтанов достаточное количество, но работают не все, как показывает практика. И в основном, наверное, люди собираются в районе ЦУМа на том фонтанчике, но он тоже периодически не работает, к сожалению, в такую погоду жаркую. В Бурнауле есть свой график, по которому работают фонтаны. Их обязательно нужно включать при температуре воздуха плюс 15 градусов и выше, отсутствии порывистого ветра. Неважно, в будни или в праздники, с полудня до 10 вечера они должны струиться. А этот светодинамический на России даже до 11 вечера. К тому, что в Бурнауле не все фонтаны работают, есть две причины. Некоторые из объектов требуют полной и дорогостоящей реконструкции. Чтобы привести в чувство абсолютно все 24 источника, необходимо 17 миллионов рублей. Пока бюджету это не по силам. Но есть и другая причина. Недобросовестный подрядчик по контракту компания, которая в этом году должна бы обеспечить бесперебойную работу 13 основных фонтанов во всех районах города, делает это в полсилы. Несвоевременно данной организации проводится работа по сливу воды и очистке чаш фонтана, по наполнению чаш фонтана. Не выполняется поручение комитета по включению своевременного фонтана. Иногда можно наблюдать о том, что у нас фонтан работает круглосуточно. Почти миллион 300 тысяч рублей выделено в этом году на обслуживание фонтанов. Власти отмечают, что этой суммы вполне достаточно, чтобы они работали исправно, а территория была чистой и ухоженной. Но пока ни мэрию, ни горожан не устраивает, как относится подрядчик к своим обязанностям. Поэтому, говорят в администрации, контракт будет расторгнут в одностороннем порядке. И к июлю обещают, все исправные фонтаны будут бить ключом. Лариса Куренкова, Александр Антропов, информационный канал Город.